Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим 1 копейку 1924 года. В 1924 году в ходе проведения дирижной реформы были выпущены в обращение медные монеты номиналом 1 копейка. При их разработке было принято решение оставить монеты в тех же весовых нормах, что существовали в царской России. Так 1 копейка 1924 года имела вес 3,27 грамма и диаметр 21,3 миллиметра. Но для полноценного выпуска монет по таким аромативам у молодого советского государства не было ни технических возможностей, ни материальных ресурсов. Часть тиража новых монет пришлось заказывать даже в Англии на Бирмингемском монетном дворе. В итоге в 1925 году из медных номиналов продолжили выпуск только 1 копеечной монеты и вновь введенного номинала – пол копейки. Уже в 1924 году начала ощущаться острая нехватка мелкоразмерной монеты. В качестве временной меры, в итоге затянувшейся на 3 года, был предпринят выпуск бумажных денежных знаков номиналом от 1 до 50 копеек. Самая распространенная разновидность 1 копеечной монеты 1924 года – это острие серпа в полюсе. Цена около 300 рублей. Однако, в отличной сохранности продавалась на аукционе монеты страны советов коллекция Федорина часть 1, лот 103. При начальной оценке в 1000 рублей была продана за 9250 рублей. Это вы можете видеть эту монету на фото. Какие же разновидности существуют этой монеты? Итак, 1 копейка 1924 года. Это первый вариант – это острие серпа в полюсе. Цена около 200 рублей. Далее, с гладким гуртом. Цена около 12 тысяч рублей. Следующее – это острие серпа ниже полюса. Это около 500 рублей. Солнце с венчиком. Около 1000 рублей. И так называемая перепутка. Буквы СССР вытянуты. Ее стоимость составляет около 100 тысяч рублей. Это, опять-таки, говорю, это средняя стоимость данных монет. На аукционах, конечно, она может быть значительно больше. И в этом вы далее убедитесь. Что касается варианта с гладким гуртом. Отчеканено весьма небольшое количество монет с таким гуртовым оформлением. Их стоимость в хорошей сохранности в настоящее время составляет около 12-15 тысяч рублей. Гладкий гурт в отличной сохранности продавалась на аукционе монеты страны Советов коллекция Федорина, часть 1, лот 100. При начальной оценке в 3000 рублей была продана за 42 тысячи рублей. Сейчас вы ее можете видеть на фото. Вариант третий. Это острие серпа ниже полюса. Тоже довольно распространенный вариант, но несколько реже разновидности. Острие серпа в полюсе цена около 500 рублей. Также вы ее можете видеть на фото. Вариант номер три, как я уже говорил вам выше. В отличной сохранности продавалась на аукционе монеты страны Советов коллекция Федорина, часть 1, лот 101. При начальной оценке в 10 тысяч рублей была продана за 15 тысяч рублей. Аналогичная монета, но специального улучшенного чекана продавалась при реализации второй части коллекции Федорина, лот 62. При начальной оценке в 600 тысяч рублей была продана за 900 тысяч рублей, почти за миллион, одна копейка. Следующий это у нас вариант Солнце с венчиком. Встречается несколько реже других вариантов. Ценится в районе 1000 рублей. Вы можете ее видеть сейчас на фото. Вариант ошибочной чеканки с использованием Аверса от 20 копеек 1924 года, буквы СССР вытянутые. Фото Константина Монахова. Аукционная стоимость таких монет перепуток превышает 50 тысяч рублей. В отличной сохранности продавалась на аукционе монеты страны Советов коллекция Федорина, часть 1, лот номер 102. При начальной оценке в 40 тысяч рублей была продана за 75 тысяч рублей. Сейчас вы ее можете также видеть на фото. Сравнительное изображение для определения разновидностей 1 копейки 1924 года выпуска. Положение кончика серпа относительно полюса земного шара. Слева наиболее распространенный вариант в каталогах, называемый выше полюса. Или просто в полюсе. По классификации Федорина. Штамп лицевой стороны номер 1.1. По Адрианову номер 3. Справа серп ниже полюса. Это по Федорину 1.2. По Адрианову А1. Сейчас вы ее также можете видеть на фото. Оформление боковой поверхности диска солнца. Вариант с венчиком по Федорину 1.3. По Адрианову А2. Справа вариант без венчика. Это вы можете видеть также на фото. И перепутка для чеканки лицевой стороны, который использовался штемпинг для 20 копеек 1924 года. Легко отличается по вытянутым буквам СССР. Изображение справа. Также вы можете видеть на фото. А на этом все. Ждите новых видео про монеты. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok